Всем привет! Ученые Гарварда анонсировали самый масштабный эксперимент по солнечной геоинженерии за всю историю человечества. Что же они на этот раз придумали, и нужно ли это нам? Об этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Группа ученых из Гарварда под руководством профессора-климатолога Фрэнка Кеуча планирует провести самый масштабный эксперимент по изменению погоды за всю историю человечества. Конечная цель – выяснить, располагает ли технология аэрозольных инъекций достаточным потенциалом, чтобы остановить или ощутимо смягчить последствия глобального потепления. Солнечные инженеры уверены – справиться с глобальным потеплением можно, создав в стратосфере защитный экран-отражатель, возвращающий часть солнечной энергии обратно в космос. Сделать это можно, распылив аэрозоли с высокой отражающей способностью на высоте 20 километров. И это должно сработать, считают они, ссылаясь на последствия, связанные с крупными извержениями вулканов, когда миллионы тонн двуокиси серы, поднявшись в стратосферу, снижали глобальные температуры на многие месяцы и годы. Эксперимент на старте, но гарвардцы осторожны в своих прогнозах и избегают однозначных ответов. По сути, сейчас они вообще не готовы ответить ни на один из трех главных вопросов. А именно, насколько точно распыляемые аэрозоли смогли бы контролировать температуру в масштабах планеты, какие материалы и в каких концентрациях распылять безопаснее и эффективнее. Ну и к чему все это может привести? Если так, то не напоминает ли новый гарвардский проект старую добрую русскую рулетку? Как вы думаете? Пишите свое мнение в комментариях! Солнечная геоинженерия — это не решение проблемы климата, цитирует The Guardian Кевина Тренберда, руководителя межправительственной группы ООН по изменению климата. Стоит лишь приоткрыть крышку и попытаться искусственно и масштабно воздействовать на солнечную радиацию, и баланс будет нарушен окончательно. Неизвестных науке побочных эффектов может быть множество, и наши ограниченные возможности не позволяют даже отдаленно представить себе все возможные последствия, считает Тренберт. Вулканологи и климатологи прекрасно знают — вулканы — ненадежные советчики. Можно ли экспериментировать с планетарным климатом, полагаясь на сходство инъекций аэрозоля с последствиями вулканической деятельности? Да, действительно. В 1991 году извержение вулкана Пинатубо, выбросив в небо восемь миллионов тонн серы, на какое-то время снизило глобальную температуру на полградуса Цельсия. Но история знает и извержение вулкана Тамбора 1815 года, после которого Европа отгребла год без лета с лютой засухой, болезнями и неурожаями. Джим Хейвуд из британского центра Мэтт Хэдли проанализировал исторические данные с 1900-го по 2010-й год. Построив компьютерную модель, он пришел к выводу — рассеивание эффективных аэрозолей в стратосфере Северного полушария с высокой вероятностью повлечет за собой катастрофическую засуху в Северной Африке. Сторонники проекта возражают. Программа смягчения климата, представленная на сайте Гарвардского университета, изначально отбрасывает методы и технологии прошлого столетия, предлагавшие использовать для инъекций сульфатные аэрозоли. Вместо них предлагаются рассмотреть альтернативные варианты новейших твердых составов с оптическими свойствами, которые будут способны значительно эффективнее возвращать тепло, сократить и даже обратить вспять процесс истощения озонового слоя за счет нейтрализации стратосферного хлора. Параллельно предлагается совершенствовать методы точной оценки радиационного воздействия солнечной геоинженерии, используя новейшие методы наблюдений. Программой предусмотрена совместная открытая работа в рамках глобального международного проекта, свободный доступ к информации общественности, полная прозрачность публикаций и либеральный обмен данными. Все бы хорошо, но есть одно «но». Самой большой проблемой для солнечной геоинженерии является не сама технология, а управление ее тестированием и возможным развертыванием в раздробленном, многополярном мире. Решение о старте программы уже принято. Поскольку стратосферные контролируемые эксперименты рассматриваются как критические, на первом этапе гарвардцы намерены распылить в стратосфере молекулы воды в лабораторных количествах. Создать своего рода ледяной шлейф длиной 1100 метров и изучить его с помощью маневренного воздушного шара. Если результат обнадежит, на втором этапе эксперимент будет проведен с использованием инъекций карбоната кальция, который, по их мнению, не будет истощать озоновый слой и накапливать радиацию. И только после того, как ожидания на каждом из этих этапов оправдаются, будет рассмотрена возможность распыления аэрозолей на основе оксида алюминия и алмазной пыли. Солнечные инженеры подсчитали, если проект себя оправдает, то на создание и поддержание в актуальном состоянии глобального защитного экрана человечеству ежегодно будет достаточно тратить не более 10 миллиардов долларов. А это, по их оценкам, всего 1% от бюджета, затрачиваемого на продвижение уже работающих технологий смягчения климата. Работы объединят 100 ведущих геоинженеров и климатологов планеты. Они рассчитаны до 2022 года. Одним из ключевых спонсоров проекта выступил Билл Гейтс. Пока Гарварды только собираются засеять небо алмазами, скептики уже сейчас ломают головы над тем, как минимизировать вероятные последствия планетарного эксперимента. Борясь со следствием, ученые не только создают непрогнозируемые риски, но и отвлекают внимание, ресурсы и возможности от одной из основных причин глобального потепления – избыточного техногенного углеводорода, считают они. Но и это не главное. Ведь если Гарвардский эксперимент пройдет под полным контролем ученых и принесет локальный и моментальный успех, это создаст уникальный прецедент для глобальных и бесконтрольных геоинженерных опытов с климатом в любой точке планеты, включая страны третьего мира. Осознает ли возможные последствия сам профессор Ки-Юч? В этом можно не сомневаться. В одном из своих интервью он был предельно откровенен. Развертывание солнечной геоинженерной системы в масштабах Земли – ужасающая перспектива, с которой я бы никогда не пожелал встретиться. Но если другого выхода нет, то опыт, полученный даже таким образом, придется предпочесть полному незнанию. У нас тоже есть несколько вопросов к ученым и их спонсорам. Не кажется ли им такой подход к решению глобальной климатической проблемы красивой миной при плохой игре? И так ли уж заботит погода на нашей планете тех, кто действительно ее делает? Ведь самое лучшее, что можно сделать в данных условиях – это не распыление аэрозолей, а полный переход энергетики на возобновляемые источники. Уже сегодня существует масса разработок, позволяющих в сжатые сроки и с максимальной эффективностью осуществить этот процесс. Чего только стоят бестопливные генераторы или, например, энергия эфира, о которой заявлял Никола Тесла. Кстати, об эфире. Если с гипотезой о его существовании когда-нибудь позволят смириться официальной науке, то проблема энергетического коллапса человечества будет решена. Ведь, по словам академика Ацюковского, энергии одного кубического метра эфира достаточно, чтобы покрыть все энергетические потребности человечества на миллиарды лет, практически полностью исключив из технологического цикла нефть, уголь и газ. А вы слышали о таком? Если да, ставьте лайк! Кроме того, существует целый ряд других эффективных возобновляемых источников энергии, которые можно было бы использовать уже сегодня. Но что мы видим? Совершенно противоположную картину. Ведь сокращение техногенных выбросов и тотальный переход на альтернативную энергетику будет означать полный крах монополий топливных гигантов. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд, друзья. Вскоре, благодаря этим ненасытным ребятам, мы сможем наслаждаться привычным углекислотным смогом, правда под глобальным аэрозольным зонтиком из алмазной пыли. Это ничего, что немного больно дышать, зато очень романтично. Рекомендуем канал CreativeYard. Интригующие эксперименты, крутые трюки, чтобы удивить друзей, лайфхаки и идеи на все случаи жизни. Подписывайтесь прямо сейчас! Ссылка в описании. А на сегодня все. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. И до новых встреч!